всех приветствую на своем канале сегодняшнее видео будет разговор ответ на вопросы спрашивали и разговор пойдет о косилках вирекс значит вот такая вот рамках это метр шестьдесят пять на метр тридцать пять такая же рамка идет и рамка метр восемьдесят пять недавно в комментариях меня спрашивали вот эта рамка пойдет на метр шестьдесят пять вот визуально я смотрю что в принципе у них одинаково подвеска и я думаю что они можно их попробовать поменять да ну начнем метр шестьдесят пять она у нас уже наверно 4 5 сезон что я менял на них менял второй третий сезон нижние тарелки верхние тарелки держатели ножей менял и последний прошлом сезоне поймал камень и поменял кастрюлю так я называю вот эту зеленым а на метр восемьдесят пять развалился верхний подшипник ее начала качать и из-за этого оторвало от крепления к тарелке начала качать и пришлось поменять потому что ее тоже были вниз оторвало вот здесь вот сейчас покажу вот это вот крепление то есть там снизу этой кастрюли приварена опора лист лист и его как только начинает вот эта кастрюля стереть соосность гулять и отрывает от отсюда сейчас покажу еще где видно прям сварок сварку вот она приварена буквально в двух-трех местах прихвачена и начинает и отрывать вот прихвачена по-моему но так слабенькое место да вот еще то есть разбивает верхнюю тарелку потому что кочки уравейники ну и кротовники все и при работе у нас тарелка крутится туда нет сюда его подымает и начинает вверх стачивать да еще отрывает бывает сам держатель ножа при то есть улетает нож и отрывает вот этот держатель ножа нож меняется буквально 30 секунд то есть вот эта вот часть она уходит туда вниз и нож вытаскивается через верх такой ключики сюда подлазит так вот идет держатель ножа туда подлазишь опускаешь его и вытаскиваешь нож но за день при скашивании гектаров 10 на 1 ну тогда поменяешь нож и нож не меняется его можно переворачивать с двух сторон заточен то есть лучше перевернул дальше поехал опять же ножи меняется из-за препятствий много муравейников и это но это у нас может у вас меньше значит в прошлом году у нас она лопнула но это болезнь наварили вот такие косынки и сезон она отработала нормально эти косынки наварили то есть усилили ее почему-то это вот слабое место она ломается потому что транспортное положение вот так взад она тяжелая и бьет на кочках и основная нагрузка идет вот сюда при крошении там ничего не происходит так что это напряжение металла при транспортировке которая трескается лопается дальше вот эту вот часть поменяли то же самое при транспортном положении то есть сюда в болт вставили штопорная его расшатала разбила что еще предохранитель работает как бы нормально отщелкивается при препятствиях он несколько раз помогал это у нас закрытое транспортное положение при кашении открывается и она становится в плаващее положение косилка и навеска трактора уставляется в одно положение то есть вы смотрите так чтобы где-то примерно вот так вот был эта часть чтобы покосилка могла в ту сторону и в эту сторону двигаться на метр шестьдесят пять я еще ни разу не менял за четыре сезона ни разу не менял этим ремни ремни с метр восемьдесят пять там сложнее ты за их проворачивать ровно как положено да при кашении большого травостоя не лугового именно заросли заросли полей которые сейчас у нас есть которые у нас часто встречается при раскашивании такого травостоя как полынь иван-чай люпин у кого-то у нас люпина нету но вот полынь заросли и мелкий кустарник то есть образуется большая масса которая не пролазит вот сюда так называемые ворота то есть два две тарелки крутятся навстречу друг друга создавая волок волок вот большой травостой не пролазит бывает такое то есть приходится взад сдавать и снова прокашивать то есть какое решение ну во первых пониже передачу сразу же то есть понижаем и потихонечку тогда на больших оборотах кастрюли спал проталкивать все-таки эту массу но но чтобы улучшить есть некоторые хитрости хитрости которые делают наши умельцы трактористы то есть наваривается арматура вот сюда вот то есть в эту сторону на эту сторону которая будет на край сюда то есть берете проток арматуры навариваете опять же с этой стороны с этой сюда чтобы она туда и прописывал здесь же арматуры вот на 2 этих приваривайте арматуры он будет намного лучше пропихивать травостой до косилки очень хорошие сейчас перейдем значит вот метр восемьдесят пять у нас косила сезон до сезона косила тарелки более-менее сейчас хотел показать как обрывает держатель ножа вот вот так вот верхнюю часть сбивает ремонтируется то есть берете пруток либо болт такого диаметра вставляете не сверх обвариваете ставите нож без проблем ходит также как положено снимается он нижняя тарелка снимается верхняя тарелка не снимается уже откручиваются вот эти два болта ножа держатель нож держатель снимаем обвариваем навариваем и в путь буквально ремонт полчаса занимает что по метр восемьдесят пять косилка тоже себя показала с хорошей стороны очень они мне нравятся но опять же я кашу и сенаж и сено в нашей местности это в тверской области данные косилки и на сено годятся то есть косят они замечательные сена но сена приходится косить ими вам в густе почему потому что данные косилки сена волок кладут не как кренка раскидываю ковром а создают волок то есть после вот этого прокоса в эти ворота создается волок кто не не понимает что как они косят у меня видео есть смотрите на канале то есть уже несколько сезонов косили чем плох волок плох волок в июне потому что он плохо просыхает приходится день-два ждать ворочать это сено но чем хорош качество сена намного выше чем кренка косит намного выше качественный срез ниже срез кротовники все срезает либо раскидывает либо муравейники либо срезает под ноль то есть выравнивая всю почву копирует опять же вот эта вот часть копирует почву замечательно прокос метр восемьдесят пять мтезуха и кашу на 4 6 6 там пониженная без проблем прокрашивает все наталья вообще замечательно то есть в нашей местности я кашу атау то есть в июне скосив там первую траву на сенаж в сентябре в октябре я уже кашу на тоже на сенаж на уже кашу атау атау кашу без проблем сентябрь октябрь заматываем ее все наш что позволяет мне как бы увеличить сроки заготовки кормов не до августа до сентября до октября можно сенаж мотать вплоть до снегопада лишь бы он только мокрый не был не влажный а именно мокрый то есть чтобы воды не был а так один день подвялилась и в сентябре и начинаем мотать без проблем сенаж выходил с атау и отличный в этом году показатели охренительные по сенажу да ну ладно перейдем чем же они хороши кость по качеству срезов по качестве заготовки кормов по сохранению вот этого атау и сена очень хорошие косилки плохо ли хорошо создание волка после прокоса это уже решать вам для меня это отлично какие недостатки значит им ты духа часто проворачивает ремни на них то есть я уже провернул их они сгоревшие в этот сезонных надо менять и вот это вот недоработка держателя ножа постоянно она то откручиваются то сдвигается то это ну вот принципе здесь потому что вот это крепление на метр восемьдесят пять и транспортного положения и на метр шестьдесят пять вот эта тяга они как бы разные ну а так вот что было из минусов опять провернула стала вот этот держатель рычаг проворачивать внутри его прихватили этот вроде держится что еще больше кастрюлю я говорю то есть нижняя стала тарелка у нас болтаться подшипник получили удары и кастрюльку вот эту оторвало от основания она начала болтаться и пришлось ее заменить потому что там приваривали наваривали но принято было решение не в районе тысячи по моему стоили и поменялись значит про арматуру я сказал как у совершенств по ножам у меня есть видео почему не ставить сюда усиленные ножи то есть ставлю тоненькие родные немецкие я купил их там по 40 рублей в м агро в белгороде там их набрал пачек 5 или 7 с запасом но они ходят нормально то есть они стираются да и фиг с ними они не столько дорогие настолько дорогие чтобы их то есть их можно с из экономии переворачивать можно и тупыми косить то есть по-разному все зависит от оборотов и это но получилось так что я своей умной головой решил усовершенствовать и чтобы по качественным не все косило и лучше все было взял кареновские ножи они по диаметру там подходят сегодня крутится все нормально обрезал их как положено что потому что если их ставить длинными они будут упираться сюда я их обрезал по размеру родных и поставил и вот это вот часть у меня резко начала стираться вот вот пример начинает выгибать верхнюю тарелку также отбивает крепление ножа и подымает и стирает верхнюю тарелку это усиленный не делайте так ставьте да еще что было по моему это моя вина но покажу все равно это предохранитель мама один год стали выпиливать деревья на поле и спилили несколько пеньков оставили высоко и вот я попал на этот пенек и сломал оторвал предохранитель так восстановили все нормально но что еще до сколько косят сезон данной косилки косят где-то в районе 150 гектар то есть в прошлом году обе да где-то 150 200 гектара не скосили здесь показатель большой ли маленький вам решать но вроде бы все рассказал так что кому что какие будут вопросы пишите комментировать да много вопросов чтобы я взял грн q или виркса я бы взял виркса то есть на начальном этапе если бы у меня была там корову овцы козы даже 50 100 овец 200 300 даже овец способна даже метр шестьдесят пять заготавливать корма если у вас жаркая местность и летом просто и жара то виркс оптимальный вариант для заготовки кормов в нашей местности в тверской я бы взял и виркса и кренку оставил почему почему потому что кренка я все-таки догоняю и я выкашиваю старые зарощи поля ей то есть она у меня как мусорка мусорная косилка которая убирает весь мусор там выравни вот это убирая муравейники ей как бы меньше достается чем портить эти я херачим вирксом убираем мелкой кускарник вы выкашиваем поля подготовлено на следующий год спокойно кренка уже кренкой вирксом косим так что вот так казенку сегментную никогда в жизни все то есть однозначно отойдя от нее никогда ни под каким условием я не приду больше к ней зенка нет ладно вроде бы так все рассказал пишите комментируйте что интересно кому что добавить кому что пояснить если что-то знаю добавлю расскажу покажу ладно все всем пока комментируйте подписывайтесь отписывайте